Мы сейчас едем по туру, и этот тур мы отыграем, а потом, возможно, я буду подумывать о том, чтобы что-то делать. Но мы сейчас ничего не пишем, ничего не делается. У меня такой творческий отдых. Видимо, мозгу надо отдохнуть, покопить информацию. Нельзя за альбом выдавать альбом. Потому что просто растворяешь всю эту историю автоматически. Мы от города проехали. Вчера был в Санкт-Петербурге 33-й концерт, сегодня в Москве 34-й. Каждый раз очень много, на самом деле, всяких таких штук попадается. Очень много детских портретов, что особенно приятно, потому что дети особо тонко чувствуют лажу, им соврать нельзя. Они тебя сразу выкупают. Поэтому, когда получаешь от них подарки, это прям особенно, когда у тебя не тепло. Ну, естественно, в каждом регионе у нас регионы славятся, где-то при Приморье славятся, там рыбой и икрой. В Вологодской области масло. Тульская область бреника. Ну, и нас подкармливают немножко. А, не по-русски? Ну, это Сережа, знакомый замечательный, светлый человек, прям оправдывающий свою фамилию абсолютно на 100%. Он предложил поучаствовать. И, собственно говоря, я не хотел и не буду отказываться, потому что это, наверное, чуть ли не единственный человек в мире всего этого шоу-бизнеса, который как-то очень тепло к нам отнесся с самого начала. Ну, как вы познакомились с ним? Поэтому и у меня, собственно говоря, к нему очень теплые чувства. И сам, по себе, он мне как человек очень себе нравится. Да вот. Поэтому мы нашли общий язык. И если он предложит мне еще ко мне проект, я с удовольствием соглашусь. Это особый мир написания песен. И я никогда и не мучаюсь. У меня не бывает творческих лук вообще, в принципе. Я не сижу там, не выдумываюсь, пальцы не высасываю. То есть, как бы, вот оно вот раз пришло и все. А если не пришло, ну и фикс. Во-первых, я за Евровидением не слежу вообще. Потому что, как бы, ну это такая... Вот такой фейковый псевдоконкурс. Ну вот. И, видимо, кто-то должен очень эпатажный поехать. Потому что, я так понял, что именно эпатирование публики одна из главных фишек этого действия. Ну вот. Кто у нас тот самый эпатажный нынче? Не знаю. Вот его иногда отправят. Он в пешню. Вот. Нет. Нет, конечно. Он гениальный бизнесмен. Вот. И эпатаж имеется в виду совсем такой взглядом выходящий. Сейчас голым задом, как бы никого не удивишь.